И очень, конечно, инстаграма емкий автор. Невозможно на выставке снять ничего, потому что все делают селфи. О. Май. Арт. Всем привет, это О. Май. Арт. Осень. Наконец-то все перегруппировались с улицы. Сегодня расскажу про пять мест, куда обязательно нужно сходить в октябре и ноябре. Этой осенью было много улиц, было много стрит-арта. И, кстати, именно в рамках атмосферы в Москву приезжал один из самых известных стрит-артистов Шепард Фейри. Приезжал сам и привез выставку. Выставка большая, идет в Московском музее современного искусства на Гоголевском 10. Привез все. Есть там и прославивший художника плакат с Обамой, и гигант Андре. Один из своих главных образов Андре Гиганта, который он потом много раз перерабатывает. Шепард Фейри находится случайно. Он совершенно ничего не поменяет в борьбе, но вот этот вот огромный человек с таким тяжелым взглядом завораживает его. И, собственно говоря, он сразу же почти придумывает вот этот вот слоган. «Подчиняйся!» – это становится не просто слоганом, это становится такой эстетикой. Вообще, надо заметить, что Шепард Фейри постоянно возвращается таким литературным образом, и чуть позже Андре Гигант становится неким таким образом большого права. Номер два в нашем списке – опять Шепард Фейри. Он не ограничился тем, что сделал выставку в музее. Он вышел на улицу. Все-таки настоящий стрит-артист, он остается стрит-артистом. В проезде Апакова появилась достопримечательность – мурал авторства Шепарда Фейри. Шепард Фейри очень любит русский конструктивизм, и это очень заметно. Такое ощущение, что на вас надвигается поезд, хотя это совершенно не поезд. Вот там в середине есть лицо гиганта Андрея, ну и слоган написан так, как «в окнах ростом». Вообще мастер не работает с кириллицем, но тем не менее для Москвы сделал исключение клевое исключение. Я пытаюсь найти баланса, как работа выглядит в этой местности, и если моя работа будет улучшить или уничтожить место. В определенных местах, я думаю, что это неизвестительное место. Например? Музей архитектуры открылась выставка графики Александра Дейнеки. А вообще, конечно, Дейнека в наших представлениях – это все-таки живописец. Все эти молодые летчики, все эти спортсмены, оборона Севастополя – все это такое большое, монументальное. Но, во-первых, собственно говоря, Дейнек по образованию, график. Выставка построена таким хронологическим немного образом, и очень здорово наблюдать, как менялся рисунок Дейнеки, как менялась линия, как менялось его отношение, например, к телу, и как он строил это новое тело. Потому что у Дейнеки совершенно другой тип и мужчины, и женщины. Это не имеет никакого отношения к классике, к какому классическому идеалу. Это очень крепкие люди, закаленные не просто спортом. Дейнеки обожала спорт, закаленные трудом, физическим трудом. Кроме этого, на выставке есть даже чуть-чуть скульптуры и очень много работ для метро. Выставка по нынешним временам выглядит немного старомодной. Нет здесь какого-то очень модного оформления, очень модной архитектуры внутри помещения. Но вот наполнение, на самом деле, даже как-то и не требует этой модности, настолько оно интересно. Красное. Тридцать восемь барабанов в холле у входа в гараж. Гараж открыл осенний сезон, открыл сразу несколькими выставками. Расскажу здесь про выставку, которая называется «Ткань процветания». Она одна из первых открылась в осеннем сезоне. Кураторы исследуют то, как современные художники в своих работах используют ткань или просто уже предметы одежды. Зоозащитники могут не беспокоиться о все эти чучела, купленных в антикварных магазинах и некоторым из них под сотню лет. В этой работе показано, с чем связаны обычно дресс-коды на примере французской революции. Понятно по этим красным шапочкам и вот таким брюкам, что это такой дресс-код санкеллотов. А вот это, между прочим, Робеспьер и его окровавленная жаба. Кстати, название работы – это как раз цитата из Робеспьера. Вот так он оправдывал многочисленные казни. А красные полосочки на шеех оленей – это такой знак людей, которые были приглашены на бал жертв, куда приходили люди, у которых родственники погибли на гильотине. Ретроспектива американца Джима Дайна сейчас идет в мультимедиа-арт-музее. Его называют одним из основателей поп-парта, но, если честно, у поп-парта столько отцов-основателей, что уже не знаю, как он удерживает бедных. Кроме этого, говорят, что он изобрел хэппининг, потом в какой-то момент он бросил все это и работал в таком жанре абстрактного экспрессионизма. Это автопортрет, и он сделан во много-много-много слоев, и какие-то слои материалы подчищаются, на них наносится новый слой, он тоже может подчищаться, а может и нет. В общем, в итоге осталось вот такое. Работа, конечно, требует необыкновенного самоотречения. Сказать честно, я не особенно прониклась, то ли искусство меня такое не трогает, хотя все направления в отдельности я очень люблю, то ли не мой, это художник, так бывает, но вы обязательно посмотрите и расскажите мне потом, что думаете вы. Кстати, выставка очень инстаграмма елкая, картинок сделаете много. Все, есть чем занять октябрь и даже ноябрь, не болейте, держите ноги в тепле, ходите по музеям, смотрите нас на RTVI, подписывайтесь на OhMyArt. До следующей недели!